Итак, сегодня получила развитие история с внезапной отменой по решению Анкары полета российских наблюдателей над турецкой территорией у границы Сирии. Как заявили в нашем Минобороне, в этом районе турки вели некую скрытую военную деятельность. Ее выявила космическая разведка. Авиационная группировка, в свою очередь, с начала месяца совершила 237 вылетов, уничтожив почти 900 объектов группировки «Исламское государство», запрещенной во многих странах, в том числе в России. Репортаж Ильи Костина. События, происходящие на турецко-сирийской границе, могут свидетельствовать о том, что Анкара ведет скрытую военную деятельность в этом районе. Заявление в Российском Министерстве обороны последовало после того, как Турция накануне неожиданно отменила инспекционный полет наших наблюдателей над своей территорией в рамках договора об открытом небе. Сроки инспекционного полета с 1 по 5 февраля были известны. Стороны согласовали их заранее. Кроме того, до прибытия российских специалистов на место никаких предварительных условий и ограничений на проведение воздушной инспекции со стороны Турции заявлено не было. Сам маршрут предполагал пролет над районами, прилегающими к границе Сирии. И именно в этом, как считают теперь в Российском Минобороны, заключается главная причина спешных и нервных действий турецкой стороны. Расценивать действия Турции как опасный прецедент и попытка скрыть незаконную военную деятельность у границы Сирии. Напомню, Миноборона России усилила ведение всех видов разведки в ближневосточном регионе. Поэтому, если кто-то в Анкаре думает, что отмена полета российских наблюдателей позволит что-то скрыть, то это непрофессионально. Что же так хотят скрыть турецкие власти? В Минобороны продемонстрировали сегодня новые кадры с турецко-сирийской границы. Эти изображения получены с пункта пропуска в районе Рейнханлы-Сармада, через который, по данным разведки, в основном по ночам осуществляется подпитка оружием террористов. Перед вами на данных кадрах изображен участок турецко-сирийской границы, где 26 октября 2015 года средством объективного контроля было зафиксировано ведение инженерных работ по оборудованию автомобильных стоянок для большегрузного автотранспорта, как со стороны Турции, так и со стороны Сирии, которые находятся под контролем террористических группировок. Более того, в последующем мы зафиксировали интенсивное использование данных автомобильных стоянок преимущественно в ночное время. 30 января этого года средствами объективного контроля зафиксировано, что кто-то начал вести интенсивные работы по расширению данных автомобильных стоянок. В мирное время эти факты указывали бы на оживление и ожидание роста товарооборота между странами и соседями. В военное время подобные площадки используются для обеспечения быстрого движения военных колонн с боеприпасами и оружием в район боевых действий, а также оперативной переброски и эвакуации личного состава. Более того, на данных кадрах зафиксировано, как вы видите, что за последнюю неделю развернута артиллерийская батарея в районе данного погранперехода с турецкой стороны, где имеются крупнокалиберные артиллерийские установки. И таких примеров на сирийско-турецкой границе сейчас хоть отбавляем. Ранее Минобороны уже представило видеодоказательство того, как турецкие силовики ведут обстрел сирийских населенных пунктов близ Латакии. Впрочем, даже после демонстрации этих кадров, как заметил сегодня Коношенков, ни из Пентагона, ни из НАТО никакой реакции не последовало. А так называемые Организации по защите прав человека в Сирии вообще проигнорировали эти факты. В самой Сирийской Арабской Республике, в провинции Идлиб, по данным разведки, боевики подготовили особую группу смертников, состоящую из подростков. Их планируется использовать для совершения терактов против мирных граждан в провинциях Дамаск, Хомс и Латакии. Самому старшему из смертников едва исполнилось 16 лет, а младшему около 14. Коротко Коношенков рассказал и о результатах действий российской авиагруппы в Сирии. За первые дни февраля самолеты наших воздушно-космических сил выполнили около 250 боевых вылетов. Поражены почти 900 объектов террористов в провинциях Алепа, Хомс, Хама и Дейризор. На севере боевики продолжают отступать к границе с Турцией. При поддержке с неба правительственные войска выбили их с занимаемых позиций и освободили населенные пункты Нубуль и Азахра, которые находились в блокаде более четырех лет. Илья Костин, Татьяна Ревенкова, Игорь Казаченко, Первый канал.